Привет всем! Итак, продолжаем читать книгу Тристана Донована «Играй. История видеоигр». Ну и сегодня глава 6. И она называется «Нервные Примадонны». Велосипед, принадлежащий инженеру Atari, Джо Декеру, назывался Stella. Точно такое же кодовое имя получил и самый многообещающий на начало 1979 года проект Atari – домашняя игровая консоль нового типа. В отличие от домашней консоли Pong, которая покорила мир на Рождество 1975 года, эта новая игровая машина должна была задействовать всю гибкость и мощь микропроцессора, чтобы сделать доступным любому небывалый широкий спектр видеоигр. Если раньше видеоигры вшивались непосредственно в саму игровую консоль, то теперь создатели Stella планировали записать игры отдельно на микросхемы памяти, запакованные в пластиковые картриджи, которые пользователи могли вставлять в консоль всякий раз, когда им захочется поиграть в какую-то конкретную игру. Atari полагала, что такая игровая система принесет ей большие барыши, пусть даже сама консоль и будет продаваться по невысокой цене и с минимальной прибылью, поскольку если люди купят саму консоль, то они с гораздо большей охотой станут покупать новые игровые картриджи к ней, нежели новую игровую консоль, когда старые игры им порядком наскучат. И поскольку в производстве такие картриджи обходились в каких-то несколько долларов, а продаваться в розницу они могли по цене 30 долларов, Atari могла бы получать огромную прибыль в том случае, если бы ей удалось продать достаточное количество экземпляров своей домашней консоли, которая позднее получила имя VCS2600. Но разработка Stell'ы продвигалась медленно, поскольку Atari испытывала постоянные финансовые трудности, хотя домашняя версия Pong принесла Atari миллионы, вся прибыль уходила на развитие компании и разработку новых продуктов. Одной из слабых сторон Atari являлось то, что она финансировала сама себя, рассказывал Стив Бристову, вице-президент компании по разработке. Большую часть денег компания получала от продажи своих продуктов, и эти деньги обычно уходили на разработку следующего продукта. Не было никаких сторонних финансовых вливаний. Были даже случаи, когда все двигалось от чека к чеку, и в какие-то дни случалось так, что свои чеки успевали обналичивать те, кто оказался первым. Основатель Atari Нолан Бушнелл прекрасно знал об этой проблеме. Мы готовились к выпуску 2600, и это требовало очень много денег, а у нас попросту не было такого количества финансов. Компания задумывалась над идеей выхода на фондовый рынок, но пошла на попятный после того, как было решено, что рынок, находящийся в депрессии, попросту не может обеспечить нужное количество инвестиций в компанию. Затем до Atari, принявшейся за изучение альтернатив, дошли новости, которых она боялась больше всего. Другая компания вышла на рынок с точно такой же идеей и была близка к запуску своей системы. Этой компанией была Fairchild Semiconductor, производитель электронных компонентов из Кремниевой долины, намеревавшийся использовать свой новый микропроцессор F8 в качестве основы для своей игровой консоли Fair Channel F. Fairchild поручила создать игровую систему Джерри Лоусону, инженеру-афроамериканцу, который уже сделал на основе микропроцессора игровой автомат. Fairchild захотела породить новое явление – отраслевые прикладные инженеры, которые бы помогали своим клиентам в отраслевых разработках. «Меня на эту должность наняли первым», – рассказывал Лоусон. «Примерно в то же время появились микропроцессоры, и я не замедлил напомнить о своем существовании. Я сказал, что микропроцессор – это прекрасный инструмент для того, чтобы использоваться в связке с дисплеями. Но все говорили – нет, он слишком медленный». Чтобы доказать свою правоту, я придумал концепцию новой видеоигры. Используя микропроцессор Fairchild F8, который был запущен в производстве в 1975 году, Лоусон создал Demonition Derby – гоночную игру с видом сверху, которая предвосхитила появление не микропроцессорной аркадной игры Death Race. Нужно было гонять на машинах по гоночному треку, на котором пилоты сталкивались друг с дружкой. Позднее эта игра превратилась в то, что назвали Death Race. Вместо столкновений с автомобилями, в ней нужно было сбивать людей. И на месте раздавленных жертв вырастали надгробия. Лоусон продал свою игру компании Major Manufacturing, которая проверила ее на посетителях пиццерии в Кэмбелле, штат Калифорния. Fairchild прослышала о том, что я делаю, и обратилась ко мне с новой концепцией. «Мы бы хотели заниматься играми самостоятельно», – рассказывал Лоусон. Как и многие другие производители микрочипов в 70-х годах, Fairchild решила выйти на рынок потребительской электроники. «Индустрия полупроводников вкладывала все больше и больше интегральные схемы. Когда ты делаешь все, что нужно, то добираешься до точки, в которой единственное, что тебе осталось сделать, это включить питание», – рассказывал Лоусон. «В конце концов, они послали все к чертям. Зачем им возиться, тратиться на разработку, когда кто-нибудь еще может все для них разработать?» Лоусон стал директором нового видеоигрового подразделения компании Fairchild и приступила к работе над консолью, сердцем которой был микропроцессор F8. Идея, что домашняя игровая система могла бы воспроизводить разные игры, была не новой. Не новой. Magnavox Odyssey – первая домашняя видеоигровая система. Позволяла играть в различные игры, просто вставляя в консоль разные монтажные платы. Но технологией, которая использовалась в Odyssey, вышедшей в свет в 1972 году, было уже 5 лет. Что требовало от игроков лепить накладки на экраны своих телевизоров, чтобы хоть как-то скрасить весьма убогую графику. Цветной игровой консоли Лоусона это не требовалось вовсе. Fairchild запустила Channel F в августе 1976 года по цене 169 долларов 95 центов, встроив в эту консоль две видеоигры в духе Pong и выпустив некоторое количество игровых картриджей по цене 19 долларов 95 центов, которые нужно было покупать отдельно. Среди этих игр был клон игры Tank под названием Desert Facts и игра с говорящим именем Video Blackjack. Идея сменных игровых картриджей или видеокартриджей, как их называли Fairchild, потребовала немногого объяснения публики, которая все еще не могла привыкнуть к концепции домашних видеоигр. «Есть день, который наступает сразу после Рождества и который продавцы называют Ада в день», рассказывал Лоусон. «В этот день люди начинают возвращать в магазин свои рождественские подарки, с которыми они не знают, что делать. Я совершил ошибку, выйдя на работу на следующий день после Рождества 1976 года, когда наш маркетинговый отдел уже был в отпуске. Повсюду начали трезвонить телефоны. Звонки раздавались безостановочно. Вскоре до Лоусона стало просто не дозвониться из-за большого количества людей, которые не понимали, что им делать со своей Channel F. Люди думали, что это был восьмидорожечный магнитофон, но восьмидорожечная пленка в него не влезала, но они пытались ее туда засунуть», рассказывал Лоусон. Тут небольшая сноска. Восьмидорожечные кассетные картриджи в Северной Америке были популярным музыкальным форматом на протяжении 60-х и 70-х, особенно в автомобильных аудиосистемах. Одна женщина позвонила и рассказала о том, что в разъеме для картриджей застряла дедушкина вставная челюсть. Кто-то жаловался на то, что его собака помочилась на консоль, и система пришла в негодность. Какой-то парень позвонил мне и сказал, «Я не могу найти батарейки», а я ему, «Консоль работает от сети, какие еще батарейки?» Он разобрал систему, поскольку не мог найти батарейки. Под конец дня я был настолько расстроен, что когда позвонила какая-то женщина и спросила, «Моя игра жужжит, вы не знаете от чего?» А я ответил, «Потому что она не знает человеческого языка, дамочка». И опять небольшая сноска. Клиенты были столь же изумлены и спустя более года, когда Atari запустила свою консоль. «У Atari был очень хороший способ завлечения в игру», рассказывал Лоусен. «Люди начинали играть и не осознавали, что они не играют с машиной». Fairchild недолго оставалась на рынке в одиночестве. Вскоре после того, как Channel F появилась в магазинах, производившая телевизоры компания RCA объявила о том, что в начале 1977 года собирается выпустить свою консоль с играми на картриджах RCA Studio 2. Atari прекрасно понимала, что появление на рынке конкурирующих консолей это только вопрос времени. Компания, которая шла впереди всех в области видеоигр, неожиданно оказалась в хвосте. Под угрожающей тиканье часов Бушнелл и президент Atari Джо Киннон выставили компанию на продажу, надеясь найти крупную компанию, которая смогла бы профинансировать разработку консоли 2600. Новость о том, что Atari выставлена на продажу, вскоре достигла нью-йоркской штаб-квартиры Warner Communication, крупного развлекательного конгломерата с сильным присутствием в музыке, кино и комиксах. «Я получил телефонный звонок от одного из наших крупных институальных интересов, инвесторов», рассказывал Мэнди Джерард, руководитель Warner, отвечавший в то время за новое приобретение. Он сказал что-то вроде «Есть ли у вас интерес к технологической компании из области развлечений?» Его голос был настолько убедителен, что я ответил «Да». Я даже не знал, на что именно я согласился, но по описанию эта компания нам подходила. Затем, насколько я помню, я отправился в Лос-Гаттас, штат Калифорния, а уже оттуда отправился в компанию под названием Atari. Во время своего пребывания в офисе Atari Джеральд мельком взглянул на Стеллу, прототип 2006. В докладной записке для внутреннего пользования я написал «Я только что увидел будущее и имя ему Стелла», рассказывал он. Когда я увидел ее, программируемую видеоконсоль, я сказал «О да, это то, что нам нужно». Warner решила купить Atari и в октябре 1976 года заплатила за компанию 28 миллионов долларов, попутно сделав Бушнелла мультимиллионером. Бушнелл был в восторге от сделки. Warner была готова потратить миллионы, которые были так нужны для того, чтобы консоль 2600 оказалась в миллионах домов. И ежедневная головная боль, связанная с поиском финансов, которая сопровождала Atari, с момента возникновения наконец-то исчезла. К тому же, беспокойство Бушнелла относительно конкурентов теперь заметно поубавилось. Когда я впервые услышал о том, что Файерщилл делает эту штуку, то здорово испугался. Но потом, когда я увидел, что именно они сделали, то понял, что парни ничего в этом не понимают, рассказывал Бушнелл. Трип Хоукинс, молодой выпускник Гарварда, нанятый Файерщилл для того, чтобы провести маркетинговое исследование Channel F, пришел точно к такому же выводу. Файерщилл была компанией, занимавшейся полупроводниками. Поведал он, в 70-е все подобные компании, включая Hewlett Packet и National Semiconductor, стали заниматься производством потребительских товаров, в которых могли быть использованы их чипы, калькуляторы, часы, игры, понк и так далее. Файерщилл ничего не понимала в разработке или маркетинге потребительских товаров. И, конечно, она совсем не понимала в играх. У нее не было конкретного понимания того, кем именно она хотела стать в игровом бизнесе, в отличие от Atari, которая изначально была игровой компанией. Лоусон это подтверждал. Проблема заключалась в том, что Файерщилл продолжала мыслить компонентами, а не системами. Они всегда считали, что компоненты более важны, поскольку они создавали монтажную плату. Но для людей вроде меня, которые мыслят системами, абсолютно не важно, кто разработал этот маленький чип, чип был уже создан, и я мог про это больше не думать. Но они этого не понимали, поскольку находились на другом конце спектра. Когда дело коснулось конечного потребителя, выяснилось, что они абсолютно не смыслят в маркетинге. Их клиентами были производители Honeywell, IBM, и они никогда не имели дела с конечным потребителем. Когда же RCA объявила о том, что их консоль будет черно-белой, но стоит при этом она будет на 20 долларов меньше, Channel F, беспокойство Atari выросло еще сильнее. У Atari теперь были деньги Warner и коллекция аркадных игр, о которых конкуренты могли только мечтать. Ко времени, когда Atari запустила свою систему в VCS 2600 по цене 199 долларов со встроенной игрой Combat, несколько переделанной версией архатного хита Tanks. Ее конкуренты дышали на ладан. Черно-белая консоль RCA оскандалилась, а Channel F так и не смогла привлечь внимание широкой аудитории. Но даже несмотря на неудачи конкурентов, продажи 2600 на Рождество 1977 года оказались разочаровывающими. Задержки с производством привели к тому, что лишь небольшая часть консоли смогла попасть на полки магазинов. К Рождеству и к началу 1978 года было продано лишь несколько сотен тысяч. 2600. Несмотря на миллионы долларов, которые вложила Warner. Мы пропустили рождественский сезон, рассказывал Буш. Сначала мы опаздывали с производством консолей, потом метели остановили груз в горах Сьерры. В результате все кончилось тем, что у нас не было достаточного количества систем к Рождеству. И оказалось слишком много систем в январе и феврале. Неприятностей добавил и анонс нового типа видеоигры. Переносной электронной игры. В 1977 году именно переносные игры, а не новое поколение игровых консолей, возглавили рождественские списки продаж на всей территории США. Metal, компания, занимавшаяся производством игрушек, запустила повальное помешательство потребителей на этом продукте. И в 1976 году, когда один из директоров по маркетингу компании Michael Katz придумал создать портативную электронную игру. Это была игра 70-х. Это была середина 70-х. Время, когда карманные калькуляторы были новым продуктом. Они становились все меньше и дешевле, рассказывал Katz. У каждого должен был быть свой собственный карманный калькулятор. Я сказал Ричарду Чармингу, директору Metal, по предварительным разработкам. Можете ли вы разработать новый тип игры, которая использовала бы светодиодную технологию, похожую на ту, что используется в калькуляторах, но чтобы игра была портативной, работала от батареек, и размерами была бы с карманный калькулятор. Он ушел и через некоторое время вернулся с прототипом того, что стало первой портативной игрой, в которой надо было избегать препятствий, и где светодиоды двигались на игрока. Игрок находился в нижней части экрана и пытался от них увернуться, карабкаясь на вершину. Воодушевленный своим изобретением, Katz и Charming разработали две игры прототипа, одну на основе американского футбола, другую на основе матогонок. После исследования реакции покупателей, Мэттл решила первой выпустить гоночную игру AutoRace и принялась рекламировать продукт в магазинах. Розничным торговцам новый продукт понравился. Это было удивительно, поскольку многие представители розничных сетей разных уровней являлись на нашей презентации, что было не совсем обычно, когда ты презентуешь новую игрушку, рассказывал Katz. Они же хотели увидеть, на что же похожа первая портативная электронная игра. Детей воодушевляла сама мысль о возможности играть в видеоигры где угодно. И на Рождество 1976 года было продано сотни тысяч экземпляров AutoRace. В июне следующего года Мэттл выпустила футбол, которая добилась еще большего успеха. Миллионы экземпляров игры футбол разлетались с пола, и новое подразделение компании Мэттл Электроникс быстро стало важной частью в бизнесе гиганта индустрии игрушек. В следующие два года ажиотаж вокруг портативных электронных игр практически не спадал. И на этот рынок устремились десятки компаний, стремясь ухватить свой кусок рынка. Техас Инструментс вышла на рынок So Speak and Spell, образовательной игрушкой, в которой применялся синтезатор сечи, использовавшейся в обучении детей и при нажатии на клавиатуру воспроизводившей слова монотонным роботизированным голосом. Игрушка продалась в таких больших количествах, что вдохновила Техас Инструментс на выпуск Speak and Read и Speak and Mass. Столь же успешной стала выполнена в форме диска Электронная игрушка Simon от компании Milton Bradley. Ее придумали Говард Моррисон и создатель Magnavox Odyssey Ральф Байер, который взял идею у TouchMe игрового автомата Atari выпущенного в 1974 году. Впоследствии Simon оказалась единственной попыткой Milton Bradley выйти на рынок портативных игр. Simon представляла собой диск с четырьмя большими цветными кнопками, которые загорались в случайной последовательности и проигрывали отдельную музыкальную ноту. Игроку нужно было повторять эту последовательность. Она продалась миллионами штук и вскоре стала иконой поп-культуры, благодаря своему запоминающемуся внешнему виду. Еще одним сногсшибательным хитом стала игра Merlin компании Parker Brothers. Многозадачная игра на светодиодах, которая могла играть Blackjack, крестики, нолики и похожие на Simon игры на запоминание. Эта игрушка даже позиционировалась как музыкальный инструмент, позволяя пользователям наигрывать мелодии при помощи клавиш. Спрос на эти игры был настолько огромным, что магазины быстро распродавали свои запасы. И родители в отчаянии прочесывали магазины и торговые комплексы в поисках неуловимых игрушек. Джордж Ди Томасси, генеральный менеджер игрового подразделения Милтон Брэдли, признался прессе, что такой ажиотаж вокруг Simon застал его компанию врасплох. Мы попросту не могли предвидеть такой ажиотаж. С самого первого дня, как мы увидели этот продукт, мы были уверены в нем, но никто не думал, что он будет настолько популярен. Признался он в газете Petersburg Independent, в то время, как торговцы и родители жаловались на отсутствие на полках коробок Simon. Спрос на портативной игры достиг своего максимума на Рождество 1979 года, когда уровень продаж составил 400 миллионов долларов в одних только США. Хотя в 1977 году эти продажи составляли 35-40 миллионов долларов. Всеобщее помешательство не позволило Atari продвинуть свою систему 2600, что в свою очередь привело к ухудшению между Warner и Bushnell. Изначальный оптимист Bushnell по поводу сделки с Warner стал быстро улетучиваться. Warner как бы говорила, что не собирается ничего менять, что все идет так, как идет, что просто можно воспользоваться их деньгами и возможностями. Ощущение было такое, что ты можешь играть в большой песочнице без особого напряга, рассказывал он. В то время я верил, что это просто финансовая операция, и что все дело в достаточном количестве ликвидности, которой бы хватало на покупку какого-то оборудования, и что мало что изменится. Я был наивен, но я верил в это. У Warner же на этот счет были свои идеи. Для начала Джеральд верил в то, что внутренние операции в Atari нуждаются в заменных изменениях. Bushnell и Киннон не были менеджерами, они были пробивными людьми, они были инженерами и хорошо в этом разбирались. Warner стала стремиться к большей маркетинговой активности, большому количеству менеджеров и формальному финансовому контролю. Часть конфликта, возникшего между Bushnell и Warner, заключалась в различиях между стилями управления на западном и восточном побережьях. Самым заметным различием было противостояние маркетингоцентричной компании и инженерной компании. Эголитарный подход «Мы все едины» против иерархического подхода, рассказывал Bushnell. Парни с восточного побережья, если они приходили в технический отдел в 8.30 утра и никого там не заставали, говорили, как тут все запущено. Но если они в 9 часов вечера уходили пить свои мартини, то все парни в нашем отделе засиживались до глубокой ночи. У людей с восточного побережья форма всегда преобладала над содержанием. И это было одной из тех вещей, от которой Атари старалась держаться подальше. Мы хотели заниматься содержанием и не зацикливались на форме. Но не все сотрудники старой Атари думали так же, как Bushnell. Вам знакомо? Старая басня о том, кого ты приветствуешь, человека или шляпу. Я всегда считал, что в компании должно царить согласие. Я всегда наивно полагал, что люди, которые работают на меня, должны соглашаться со мной, поскольку я был их хозяином, рассказывал он. Впервые я осознал, что власть переходит к Warner на одной из проектных встреч сразу после того, как нас купили. И на этой встрече присутствовал Мэнни. Он высказал несколько своих идей, которые мне показались абсолютно смешными. Но мои люди отчасти высказали ему поддержку. Я тогда подумал, ох ты, это еще что такое? Для меня это было полнейшим удивлением. Все принялись приветствовать шляпу, а я то думал, что всех интересует содержательность моих доводов и идей. Насколько же наивен я был. Warner недовольна тем путем, каким двигалась Atari. Решила ввести в компанию консультанта, который, как полагали Warner, мог бы помочь привести компанию в форму. Свой выбор они остановили на Рае Кассаре, вице-президенте компании Burlington Industries, занимавшейся производством текстиля. Кассару была не нужна эта работа. Работа в Atari была предложена мне по рекомендации одного моего друга, который работал в Warner. Я дал понять, что мне абсолютно неинтересно это предложение. Мой друг настоял на том, чтобы я встретился с Мэнни Джерардом. И после четырехчасовой беседы я сказал, что я возьмусь за эту работу на определенных условиях, на что они согласились. Я им сказал, что я смогу заняться этой работой через несколько недель. Прибыв в Калифорнию, Кассар был шокирован практикой деловых отношений в Atari. У компании отсутствовала инфраструктура. Ни финансового директора, ни начальника производства, никаких человеческих ресурсов. Там не было ничего. Я и понятия не имел, насколько там было все ужасно. Как и Бушнел, Кассар чувствовал, что здесь столкнулись культура Atari с западного побережья и подход Warner и его собственная философия с восточного побережья. На востоке мы ко всему подходим более серьезно. Если у тебя есть работа, ты стараешься сделать ее как можно лучше, ведь это не игрушка, рассказывал он. На то время в Калифорнии такие вещи были само собой разумеющимися. И сейчас кстати тоже. Да, это нормально, по мне никакой проблемы в этом нет. Но кто-то ведь должен быть взрослым. Они же были группой детей, возившейся с игрушками. Это были разногласия, которые Кассар заметил с самого первого дня. Когда я приехал туда в самый первый день, я был одет в деловой костюм и галстук. Встречавший меня Нолан Бушнелл был в футболке. На футболке была надпись «Я люблю трахаться». Вот как я познакомился с Atari. Раздоры были не только на уровне правления. Сотрудники подразделения, отвечавшего за игровые автоматы и когда-то бывшего центром всей активности Atari, ощущали себя отвергнутыми, поскольку все внимание Warner переключила на подразделения, отвечавшие за потребительские продукты и на 2600. Warner, как нам показалось, влюбилась в потребительскую сторону вопроса и считала, что игровые автоматы это дела давно минувших дней, рассказывал Ноа Энглин, отвечавший за подразделения по созданию игровых автоматов на момент, когда Warner купила Atari. Разлад между Бушнеллом и Warner достиг своей кульминации в ноябре 1978 года на встрече в Нью-Йоркском офисе с владельцами Atari по поводу согласования бюджета. К тому времени Бушнелл стал терять интерес к Atari частично из-за своего свежеприобретенного богатства, частично из-за разочарования в том, как руководство Warner вело свои дела. Это был своего рода выход из конфликта, рассказывал Бушнелл. Я понимал, что слишком сложно становится поддерживать деятельность. Да, и сам я считал их тупицами. Я стал много путешествовать, обычно по отраслевым выставкам, а потом просто стал брать отпуск по несколько недель. Но когда Бушнелл в том ноябре приехал в Нью-Йорк, он был настроен на драку. Было две или три вещи, которые меня действительно бесили, рассказывал он. Прежде всего я чувствовал, что мы должны заменить VSC как можно быстрее. VSC выглядела уже абсолютно допотопно. Я боялся, что появится кто-то и предложит что-то гораздо более продвинутое и что потребуется два или три года на то, чтобы получить абсолютно новый продукт. Вторая проблема заключалась в том, что мы были готовы к началу маркетинговой компании домашнего компьютера Atari 800. И Warner была непреклонна в своем решении сделать из него компьютер с закрытой архитектурой. То есть если кто-нибудь захотел бы купить программу для своего Atari 800, он смог бы купить только то, что сделала сама Atari. Warner могла преследовать по суду и предъявлять иски сторонним разработчикам программного обеспечения. Я же считал, что это безумие. Третьей большой проблемой было подразделение Atari, отвечавшее за производство пинбола. Мы создали широкие машины для игры в пинбол, и Мэн не хотел войти в то, что я называл стандартным пинбольным бизнесом. В реальности же стоимость у нашего производства в Калифорнии была на 150 долларов выше, чем Чикаго. И если добавить расходы на дополнительный вес и пересылку машины на восточное помережье, то разница доходила до 200 долларов. Раздраженный и злой на глупость Warner, Бушном пришел на встречу с готовностью отстаивать свою точку зрения. Совет директоров Warner и в частности Мэнни просто не желали знать о том факте, что 2600 уже давно устарело, да и я особо не выбирал слова. Я сказал, 2600 устарело, это отстой. Правление Warner было потрясено. Нолан сидит на встрече смотрит в одну точку и говорит продавайте весь остаток 2600, рынок перенасыщен. Рассказывал Джерард, все в комнате включая меня уставились на него не зная что сказать. Парни из Atari не знали что сказать. Это было настолько оглушительно, сказано это было очень грубо. Мнение Бушнелла о перспективах 2600 лишили спокойствия Стива Росса, председателя Warner. Стив был в панике, рассказывал Джерард. Стив был очень хорошим парнем и очень умным человеком. Он сказал, парень у которого я купил компанию говорит, что рынок насыщен. На что я ему сказал, Стив мать твою, ты не знаешь что несешь. Он посмотрел на меня, я продолжил, Стив послушай, сегодня 8 декабря. 26 декабря останутся две возможности. Либо 2600 окажется на полках американских магазинов, и в таком случае у тебя будет крупнейший бизнес. Либо мы остаемся с горой нераспроданных систем и окажемся в заднице. Так что давай расслабимся, поскольку через 18 дней мы точно узнаем ответ. Вне зависимости от того, как прошли бы продажи на Рождество, дни Бушного в Атаре были сочтены. До меня стала доходить такая информация, рассказывал Бушного. Только было не совсем ясно, то ли меня увольняют, то ли я должен буду уйти сам. После той встречи у меня с Мэнни состоялся разговор, и он мне сказал, нам нужно что-то делать, Нолан, на что я сказал, да, мне отсюда надо выбираться. В январе 1979 года Бушного в последний раз посетил Атари, чтобы отработать то, что должен был сделать по контракту. По заключенному соглашению Бушному было запрещено работать в индустрии видеоигр до 1983 года. Таким образом, его вышибли из бизнеса, который он сам же и создал. Вскоре после этого компанию покинул Кинан. они объединились для того, чтобы создать Чак Е, через сеть детских пиццерий, в которых было полным-полно игровых автоматов и роботов. Ворнер предложила должность руководителя Атари Кассару. Несколько недель консультации в Калифорнии превратились для этого Нью-Йоркца в трехлетний срок. Для Кассара уход Бушного стал облегчением. Вряд ли бы я чего-то добился, будь рядом Нолан. Атари не могла иметь двух руководителей. Два человека не могут управлять компанией, лишь один человек может принимать окончательное решение. Но Нолан говорил одно, другое. Какое решение тут можно принять? Тут должен быть либо я, либо он. Я не имею ничего против Бушного. Он обаятельный, умный парень, очень способный. В конце концов, все это придумал он, а не я. К тому моменту, как Казар вступил в должность, было ясно, что консоль 2600 продалась в достаточно больших количествах на Рождество 1978 чтобы Warner могла забыть о предупреждении Бушного, о перенасечении рынка. Но проблема все же оставалась. 2600 по-прежнему продавались, но уже не в таких больших объемах. Проблема заключалась в качестве аппаратных средств, которое было попросту ужасным. Процент возврата был невероятно высок, рассказывал Казар, первой целью которого стало повышение качества консоли. Ожидая от 2600 потенциале огромную прибыль, Казар сконцентрировал свое внимание на том, чтобы сделать консоль более успешной. Отвечавшие в Atari за игровые автоматы подразделения, из которого выросла вся компания Atari и новое подразделение компании, отвечавшее за новый домашний компьютер, почувствовали, что их сдвинули на обочину. Подразделения игровых автоматов, привыкшие ощущать себя центром Atari, находила все перестановки в компании ужасными. Его сотрудники рассматривали свой отдел как фабрику по созданию хитов для Atari. В конце концов, именно в их подразделении создавались выдающиеся игры, благодаря которым Atari заработала свою репутацию. Энглин утверждал, если бы вы поговорили с парнями оттуда, то вы бы почувствовали их любовь и страсть к своей работе. Такой страсти, на мой взгляд, в других подразделениях попросту не существовало. Переход управления от Бушнала к Кассару оказался очень заметным. Инженер по созданию игровых автоматов Говард Дельман рассказывал, Нолан понимал ценность своих инженеров. Он знал, что мы были мотором, который двигает всю компанию. Мы были словно дети в кондитерской, игравшиеся с невероятными технологиями и создавшие вещи, которые до нас не делал никто. Когда же власть перешла к Ворнер и Кассару, то отношение к нам здорово изменилось. Новым движком, который теперь двигал Atari, стал маркетинговый отдел, а прибыль стала самой главной целью. Правда, это не остановило стремление инженеров продолжить дело Бушнова, который рассматривал Atari как компанию весельчаков. Apple находилась по соседству с нами и как-то раз ночью наши парни пробрались к ним и нарисовали червяков на их яблоке. На следующий день к нам заявился Стив Джобс со своими парнями все такие расстроенные чё-то рассказывал Энглин. Пришли и говорят Эй, парни, хватит, что за дурацкие штучки. Раскол между Кассером и создателями игр из Atari стал еще сильнее, когда новый глава Atari согласился дать интервью журналу Fortune. В интервью Кассер описывал разработчиков Atari как группу нервных примадонн. Это была ошибка, рассказывал последствий Кассер. Я это говорил не под запись, но к сожалению эта фраза как раз и вошла в интервью. Хотя я уважал разработчиков и у меня в мыслях не было поносить инженеров, которые на самом деле меня ненавидели, поскольку я не был инженером, да еще и приехал из Нью-Йорка. Я старался делать все, что было в моих силах, чтобы воодушевить программистов, приободрить их, вдохновить. Однажды ко мне пришел один из наших самых лучших программистов, и я потратил пять часов на беседу с ним, поскольку он был критически настроен и был очень важен для компании. И он читал мне свои стихи. Это было немного не в тему, но он был выдающимся программистом, и это все, что мне было нужно. Без игр у нас не было бы никакого бизнеса. Программисты пользовались у нас компанией большим уважением, их никто не трогал, и они делали то, что им нравилось. Пока они делали то, что меня устраивало. Подразделение игровых автоматов ответило на публичную критику Кассора в своей фирменной шутливой манере. Кассор не был инженером, и он прекрасно знал, что делал, когда обозвал нас нервными примадоннами, рассказывал один из работников этого подразделения Adlog. Когда вышла эта статья, то все мы сделали себе футболки с надписью «Я всего лишь еще одна нервная примадонна». Все разработчики надели эти дешевые футболки. Ни один из игровых разработчиков и не думал про себя иначе. «Мы и были таковыми», рассказывал Роб «Фуллап», игровой разработчик, работавший на тот момент в игровом подразделении Atari 2600. Разве актеры или актрисы не такие? Такими были Битлз, таким был Майкл Джексон. Люди, которые что-то создают, как правило, немного не в себе. Нервные примадонны. Отчасти именно так все и делается. Помню, что тогда я себя вообще оскорбленным не чувствовал. Несмотря на неприязнь к новому режиму, подразделение, отвечавшее за игровые автоматы, продолжило производить хит за хитом на протяжении конца 70-х годов. И одним из самых сильных хитов стала игра 1978 года Atari Football. Игровая версия американского футбола, сделанного Atari, начала свою жизнь в 1974 году под названием XS&OS, но проект вскоре был остановлен. Я начал работу над XS&OS, используя схемы на дискретных компонентах, какие применялись в самых первых играх вроде Pong. Но поскольку мы дошли до стадии прототипа, мы захотели, чтобы в игре могло появляться больше объектов, рассказывал Bristol, который возглавлял работы на той первой версии. Появление микропроцессоров дало Atari возможность вернуть к жизни заброшенную игру Bristol. Закончить игру поручили Майклу Альбаху, инженеру, который перешел в Atari из телекоммуникационной индустрии. Приступил к работе, Альбах пришел к идее задействовать вместо джойстика трекбол. В отличие от джойстиков, трекболы могли учитывать скорость, с которой игрок крутил шар, и направление, в котором он его крутил. Альбах посчитал, что это идеально подойдет для Atari в футбол. Это позволит игрокам достичь более четкого контроля над объектами в игре и добавит реалистичности самой игре. Высшее руководство Atari сомневалась в том, что добавление столь дорогостоящего средства управления себя оправдает. Нолан Бушнелл выступал против трекбола, считая, что хватит и джостика. Но я победил, когда пригрозил, что в противном случае я уволюсь, рассказывал Альбах. За создание трекбола взялся инженер Atari Джерри Личек. Его целью было сделать дешевый и достаточно надежный трекбол, который компания могла бы использовать в Atari Football. В то время единственные доступные трекболы были у военных, и наши инженеры смогли разработать очень дешевый трекбол, используя в качестве шара бильярдный шар, рассказывал Энгрин. Вскоре после того, как начались испытания прототипа, на публике Atari поняла, что еще одна игра обречена на успех. Мы поставили автомат на пробу и Бристову. Я и Лайл Рейнс, руководитель нашего отдела, стали наблюдать за автоматом, поскольку хотели убедиться в том, как люди будут реагировать на нашу игру. Несколько парней стали играть в Atari футбол. Один из парней так лупил Патрик Болу, что с его руки слетели часы, пролетели через весь зал. Вокруг автомата быстро собралась толпа, наблюдавшая за игрой. И вот тогда возникла мысль, что эта игра может стать хитом. Таким она и стала, поскольку 1978 год приблизился к концу. Atari футбол имела все шансы стать самой успешной и прибыльной игрой года. Но тут появилась игра Space in Wonders. После того, как Тамахира Нисикада увидел, как Дэйв Наттинг Ассоциейтес переработала его игру Gunfight, создав с помощью микропроцессора игру Western Gun, он понял, что свое следующее творение будет делать с использованием этой же технологии. Со всем усердием изучив возможности микропроцессора, он сделал компьютер, который мог позволить ему программировать игры для технологии следующего поколения. После того, как он разобрался во всех нюансах, он принялся думать над тем, какую именно игру он хотел бы создать и сосредоточился на одном из главных преимуществ микропроцессоров анимации. Микропроцессоры позволяли делать анимацию более гладкой и теперь можно было воспроизводить настолько много сложных физических движений, что сразу же на порядок выросла категория тех игр, которые мы могли создавать, рассказывал он. Нисикадо решил сделать стрелялку. На ум мне сразу пришли мишени в виде танков, кораблей и самолетов. Я решил остановиться на самолетах, поскольку я не мог добиться того, чтобы летящий самолет двигался плавно. Но я принялся перебирать самые разные мишени и обнаружил, что человеческий силуэт двигается наиболее гладко. Президента Таито не впечатлили планы Нисикада, который сказал, что собирается сделать игру, в которой игроки будут стрелять в людей. Мне сказали, чтобы я не использовал в игре человеческие образы. Поэтому я стал думать про инопланетян, у которых была похожая форма, а следовательно они могли столь же плавно двигаться. Таким изящным способом я смог обойти проблему стрельбы по людям, рассказывал Нисикадо Нисикада. Вдохновение он черпал из фильма 1953 года, снятого по роману Герберта Уэллса «Война миров», который он смотрел еще в детстве. Похожее на жуков инопланетяне тогда на меня произвели большое впечатление, поэтому своих инопланетян я создавал исходя из тех образов. Бесхребетные инопланетные формы, которых в итоге создал Нисикада, напоминали морских гадов вроде крабов, осьминогов и кальмаров. Другим значимым источником вдохновения для Нисикада стала игра от Атари Breakout. Нисикада решил, что, как и бита Breakout, ракетная пусковая установка, которой должен управлять игрок, будет находиться внизу и перемещаться влево и вправо. Вместо неподвижных кирпичей из Breakout он построил целую фалангу космических захватчиков. 11 инопланетян в ширину и 5 инопланетян в высоту. И сделал так, чтобы они зловеще передвигались из конца в конец экрана, стреляя лазерными лучами в игрока, находящегося внизу. И если эта армия пришельцев достигала левого или правого края экрана, то она спускалась чуть ниже, становясь на шаг ближе к игроку, поскольку главной целью этой армии было достичь земли. В помощь игрокам Нисикада добавил 4 щита, которые могли обеспечить некоторое укрытие от инопланетного вторжения, хотя и они тоже медленно разрушались, поскольку подвергались нападению сверху. Цель игрока была четкой и ясной победить инопланетян до того, как они достигнут земли. Но это была безнадежная битва, поскольку инопланетяне двигались без остановки. Даже если игрок убивал целую армию инопланетян, другая тут же занимала ее место. Единственной наградой для обреченного игрока было уничтожение столь большого количества инопланетян, что имя его впоследствии заносилось на игровую доску почета в таблицу высоких очков. Для игроков, привыкших к беззубому невинному развлечению в понг и тяжелым сражениям в танк, Space Invaders стало мощнейшим потрясением. Это было не просто какое-то веселье, это уже было свирепое соперничество человека с машиной, в равной степени возбуждающие, напряженные, пугающие и с выбросом адреналина. Как и захватчики в виртуальном мире, Space Invaders завоевала Японию за несколько недель до того, как игра вышла в июле 1978 года. Дети, подростки и взрослые стекались в залы игровых автоматов, чтобы присоединиться к битве против инопланетной угрозы. Залы патинко, залы для боунлинга и даже продуктовые магазины начали превращаться в залы игровых автоматов Space Invaders. Владельцы кафе убирали из своих залов многие столики лишь для того, чтобы поставить дополнительный автомат со Space Invaders. Поп-группа Funny Stuff перенесла вторжение в радиоэфир, сочнив песню Disco Space Invaders, быстро ставшую хитом, который был поддержан танцевальными движениями, копирующими судорожные движения пришельцев Нисикада. Однако, Нисикада практически не обращал внимания на всю ту шумиху, которая вызвала его игра. Я не помню, чтобы я был тогда особо счастлив или же доволен. Меня куда больше беспокоило низкое качество железа этой игры, и я сосредоточил все свои усилия на создании более продвинутого железа. Формула Space Invaders оказалась не менее успешной в Северной Америке и Европе. Американский дистрибьютор Таито компания Белли Мидвай продала примерно 60 тысяч машин со Space Invaders, наблюдая за тем, как растет ее прибыль. Юджин Джарвис, который на момент выхода Space Invaders в конце 1978 года работал в Атаре над созданием машин для пинбола. Быстро решил, что за такими играми будущее. Я был настоящим фанатом пинбола. Но когда появились Space Invaders, я понял, зачем будущее, рассказывал он. Я тут же увлекся возможностями применения компьютерного интеллекта в видеоиграх. Эта игра была огромным прогрессом по сравнению с первым поколением тупых игр вроде Pong, которые всецело доверялись интеллекту человеческих игроков. Влияние Space Invaders можно было также заметить и по цифрам продаж игровых автоматов. В 1978 году бизнес получил доход порядка 472 миллионов долларов. Чуть меньше, чем в предыдущем году, когда эта цифра составила 551 миллион долларов. В 1979 году эта цифра практически утроилась до 1,333 миллиона долларов. Нет, не так. До 1333 миллиона долларов. И большая часть в этой сумме принадлежала Space Invaders. А сама игра, уже захватившая залы игровых автоматов по всему миру, теперь помогала Atari завоевывать домашние гостиные. К концу 1979 года на рынке домашних видеоигр конкуренция здорово обострилась. Консоли от FireChill и RCA с треском провалились, но на их место пришли новые машины. Крупнейший конкурент Atari компания Belly выпустила Professional Arcade. Система Belly Professional разработанная до Dave Nutting Associates было гораздо мощнее машины Atari. Этот факт, как наделась компания, должен был дать ей преимущество на рынке. Мы знали, что с технической точки зрения мы значительно опередили Atari, рассказывал Джей Фентон, инженер Dave Nutting Associates, который участвовал в работе над консолью Belly. Пока не появилась Nintendo, никто и близко не смог к нам подобраться. Но технология это далась высокой ценой. И в отличие от Atari, которая продавала 2600 по себестоимости, Belly была полна решимости получать прибыль с каждой проданной консоли. В реальности это нас и погубило, поскольку консоль была очень дорогой, примерно раза в два дороже VSC, рассказывал Фентон. По словам Дэйва Nuttingham, жители Нью-Джерси, сами того не зная, внесли тоже свою лепту. В 1978 году избиратели проголосовали за закон, который позволял открывать казино в Атлантик-Сити. Принятие этого закона превратило город на восточном побережье в Новый Лас-Вегас. И для Belly, которая занималась еще производством игральных автоматов, это была прекрасная возможность для развития бизнеса. Президентом Belly был Билл О'Донелл, и он мечтал, чтобы Belly владела и управляла казино, рассказывал Nutting. Теперь у него были финансовые ресурсы, благодаря невероятным успехам Belly на рынке коммерческих видеоигр, и теперь появилось место для создания казино. Belly потеряла интерес к потребительскому рынку, и было решено оставить этот проект. Professional Arcade было продано группе мелких бизнесменов, которые перезапустили консоль под именем AstroCAD, и все, что они видели в дальнейшем, это постепенное забвение консоли. Внутренняя политика также нанесла вред Magnavox Odyssey, консоли, которая стала ответом производителя телевизоров, системам 2600 и Channel F компании FireChilt. Чтобы сделать свою консоль современной, Magnavox решила построить систему на базе графического чипа 8244, который разработала компания Intel. Этот чип, один из первых созданных в мире графических чипов, мог брать на себя всю работу, которая была связана со звуком и происходящим на экране, оставляя главному микропроцессору Odyssey обработку запущенной игры. Чип безусловно был самой передовой штукой того времени и дал Odyssey огромное преимущество, рассказывал Эд Эверетт, один из членов команды Intel, которая создала этот чип. Но разработка чипа сопровождалась постоянными задержками, которые в свою очередь отодвигали запуск Odyssey вплоть до 1972 года. Несмотря на все задержки, Эверетт был настолько уверен в шансах Odyssey, что ушел из Intel и стал делать игры для этой консоли со столь прекрасным на то время железом и правильной дистрибьюцией. Единственным, чего нам не хватало, были программы, объяснял он. Поэтому я ушел из Intel и стал заниматься разработкой игр для Odyssey. Все вокруг подумали, что я спятил. Intel, Magnavox, даже мои родные, кроме моей жены и годовалой дочери Эшли. Но к моменту запуска Odyssey, Magnavox уже вовсю пыталась вытащить себя из видеоигрового бизнеса. Сам проект был отменен незадолго перед запуском, пока не вмешался Ральф Байер и не убедил компанию, которая теперь была частью электронного гиганта корпорации Philips, что нужно продолжать этот проект. И даже несмотря на старт продаж, Magnavox по-прежнему искала выход. К моменту появления чипа Magnavox серьезно подумывала о том, как бы выйти из видеоигрового бизнеса, сразу же, как только будет выполнено обязательство перед Intel, рассказывал Everett. Всем инженерам было сказано прекратить создание игр, и многих распихали по другим должностям. Свет для Одиссей угас еще до ее рождения. Единственную поддержку этому проекту на высоком уровне в компании оказывал Майк Стауп, один из вице-президентов Magnavox, и ему пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением всего остального высшего руководства компаний, которые уже махнули рукой на систему. Everett уже в каком-то смысле помогло решение Magnavox о полной остановке всяческих работ над созданием игр. Когда Одиссей наконец-то появилась на рынке, она практически сразу же продалась без остатка. Поэтому Magnavox сказали Окей, разработайте еще одну игру, но это будет последняя игра. Философия еще одну игру, и все продержалось еще три года. Кончилось все тем, что Everett остался единственным игровым разработчиком для Одиссей. Один единственный внештатник, работающий за роялти и привлекающий к работе игровых разработчиков, специализировавшихся на VSC. Это было очень печально, поскольку Одиссей значительно превосходила VSC, рассказывал он. Atari заслуживает большого уважения за то, что обогла Magnavox, а затем и Philips с продуктом более низкого качества. Но несмотря на это, я получал большое удовлетворение от того, что был одним из самых больших секретов в индустрии на то время. В одиночку, лицом к лицу, я противостоял целой армии разработчиков Atari. Секрет продержался так долго по очевидным причинам, главная из которых заключалась в том, что времени ни на что, кроме создания игр, у меня не было. Единственной поддержкой, которую получал Everett, была техническая помощь его жены и критика со стороны соседских детей, на которых он тестировал свои игры. Как вы можете себе представить, это было довольно тяжело. Дети не слишком-то любят разговаривать со взрослыми, рассказывал он. В конечном счете, продажи Одиссей достигли отметки в миллион экземпляров. Консоль хорошо продавалась и в Европе, где Philips выпустила ее под именем VideoPack J7000. Но отсутствие корпоративной поддержки означало, что консоль никогда и близко не сможет приблизиться к продажам VSC. Но пока Белли и Магновокс делали все возможное для того, чтобы Atari прикончила их консоли, к концу 1979 года Atari наконец-то столкнулась с серьезным противником Metal. Добившись успеха на рынке портативных игр, Metal захотела отвоевать себе и кусок видеоигрового бизнеса. Портативные игры закрепили лидерство Metal в сфере электронных игр, и компания разумно решила, что теперь нужно двигаться в сторону собственной консоли и начать конкурировать с Atari, рассказывал Кац. В конце 1979 года Metal запустила свою консоль Intellivision. во Фрэнсен, Стат, Калифорния, чтобы протестировать рынок перед полноценным всеамериканским запуском в 1980 году. Metal была полна решимости усложнить жизнь Atari. Компания разработала рекламную компанию, которая в выгодном свете демонстрировала превосходство Intel Vision перед VSC в графическом плане. Компания заплатила солидные суммы спортивным организациям, чтобы получить права на разработку спортивных игр, на которые делалась ставка. Была сформирована собственная команда разработчиков, которую возглавил Дон Даглоу, компьютерный программист, написавший игры Baseball и Dungeon. Мы абсолютно четко ощущали, что сможем догнать Atari, поскольку Intel Vision была системой нового поколения, особенно по сравнению с Atari 2600. Наша система была намного лучше, рассказывал Даглоу. И пока Metal готовилась вступить в сражение с Atari, Мэнни Джерарда осенило. Единственной крутой вещью, которую я сделал в Atari, стало мое посещение в 1979 году здания, где располагалось подразделение, создавшее игры для игровых автоматов, рассказывал Джерард. У них стоял игровой автомат Space Invaders, и все сотрудники в него играли. Выйдя оттуда, я направился к офису кастера и сказал ему, я скажу тебе, Рэй, что я хочу, взять эту чертову игру Space Invaders, отдать ее в отдел потребительских продуктов, переделать ее для 2600, заполучить лицензию на имя, а если у тебя не получится ее лицензировать, то украсть геймплей. Он посмотрел на меня и сказал, господи, боже мой, как же я до этого не додумался, я сказал, потому что ты слишком занят всей компанией. Atari все сделала оперативно, купила права у Таита и в январе 1980 выпустила Space Invaders на 2600. Всякие вопросы о лидерстве Atari тут же исчезли. Картридж со Space Invaders попросту вознес 2600 до небес, рассказывал Джерард. Шумиха вокруг переносных и электронных игр, которая отвела внимание потребителей от видеоигровых приставок к концу 70-х, улетучилась. И теперь каждый ребенок в каждом американском городе жаждал получить Atari 2600. И в следующие несколько лет у миллионов из них это желание исполнилось. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.